Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня у нас в студии председатель Балаковского отделения боевого братства Михаил Сергеевич Усталов и руководитель поискового центра НАБАД Василенко Сергей Александрович. Тема нашей сегодняшней беседы это доставка гуманитарных грузов помощи нашим саратовским мобилизованным. Как раз-таки Михаил Сергеевич вернулся вот буквально вчера с очередной поездки, как это было, расскажет. И Сергей Василенко нам расскажет некоторые новости, которые касаются всех тех, кто хочет помочь нашим ребятам в зоне СВО. Расскажите, когда вы выехали, что повезли? Значит, ну вот крайняя поездка это была 18-я по счету. Мы ездим не только к нашим мобилизованным и 72-я добровольческая Саратова противотанковая бригада. Значит, мы ездим еще и к ОМОНу, и к 3-й бригаде специального назначения, и к СОБРу, к нашему. Поэтому у нас получается так, что каждую неделю в какое-то подразделение мы выезжаем. Вот в этот раз ездили в наш полк в Саратовске 11-99 и 72-ю Саратовскую противотанковую бригаду. Полк 11-99 располагается, раскинут в районе Энергодара. Значит, передовая у них, я не буду говорить, по километражу позиции, потому что это нельзя. Ну, в общем-то, по левому берегу уже большую часть территории наши охраняют, так скажем, и непосредственно под атомной электростанцией, и здесь южнее. Значит, ездили мы девятью машинами, гуманитарного груза доставили более 40 тонн. Вместе с нами ездил наш знаменитый силач Максюта Вячеслав Анатольевич. Молодец вообще, вот он второй раз с нами ездил. В общем-то, искренне старается поддержать ребят. Там на свои средства закупает все, что необходимо. То есть, вот мы приехали, он запросил, что привезти в следующую поездку. Записал и, значит, в промежутке между поездками закупает все это, приобретает. Михаил Сергеевич, ну, кроме Вячеслава Максюта, кто ты еще? Какие-то, может, известные люди из Балакова, может быть, кто ездил? Ну, я уже знаю, но предварительно все равно вопрос. Значит, да, с нами ездил в категоричной форме, потребовал, так скажем, поучаствовать в этой поездке депутат областной думы нашей Саратовской Ирисов Роман Сергеевич. Он ездил с особой миссией, он непосредственно от наших мобилизованных ребят узнать о тех проблемах, которые у них здесь остались дома, что нужно решать там, что нужно оказать помощь. В общем-то, очень много общался он с нашими земляками и записывал все, и телефоны раздал, чтобы напрямую оттуда, если есть возможность, звонили, значит, родственникам сообщили для того, чтобы проблем... То есть, не лично им, а, как он пояснил, то есть, этим заниматься будет вся Саратовская областная дума. Если проблема, допустим, в Пугачеве или в Балашове, значит, он депутату от Балашова или от Пугачева ее обозначит. Вот, и потом, как бы, попросят, чтобы доложили о ее решении, да. Вот, поэтому, Роман Сергеевич, я с уважением тоже, как бы, отношусь к нему, все-таки он десантник, и тут, ну, в колонии нам реальная поддержка была. С удовольствием его взяли, и я его теперь сам однозначно, значит, позову поучаствовать и в следующей гуманитарной поездке. А вот вы сказали, 40 тонн, это вот только Балакова или Саратовская область? Нет, это общий вес, более 40 тонн у нас получилось. Значит, у нас три было больших машины, это КАМАЗ-колхозник, МАЗ-атомная нам выделяет постоянно, постоянный наш партнер, тоже молодцы, прям директор, спасибо огромное, значит, и с Маркса доброволец был на большом грузовом ДАФе, там, владелец транспортной компании, то есть он сам вместе с водителем сел у нас и в колонию вез. Значит, привезли печки, привезли посылки именные, я так вот примерно прикинул, где-то около тысячи посылок мы отвезли туда нашим ребятам. Ну, соответственно, продукты питания, значит, Максюта много там вещей, которые необходимы в окопы, привез это, и, значит, всевозможные вот эти вот пенки, так называемые, значит, матрасы спальни, спальные, там и телефоны сотовые, такие кнопочные, то, что там как раз необходимо, в общем, много, молодец, Максюта, конечно, поддерживает серьезно, и вот побольше таких людей, конечно, нашим ребятам было бы легче. Сейчас у нас выстроено так, что практически каждую неделю туда, на территорию СВО, в основном в сторону Энергодара, значит, выезжают из Саратовской области гуманитарные вот эти вот конвои. Значит, вот мы съездили, выехали 9-го, получается, вернулись мы 13-го. Где-то на этой неделе едет туда Герой России Янкович, Александр Юрьевич тоже молодец, возит много для того, чтобы поддержать ребят. Значит, затем едут, там, ну, я знаком тоже, это однокашники по военному училищу наших, там, командиров батальона и командира полка у внутренних войск, с внутренних войск ребята, они тоже. И транспорта отвезли у Азики, значит, перед этим. То есть через неделю едут они, а потом снова едем мы, и у нас выстраивается нормально, что каждую неделю кто-то к ним приезжает, что-то привозит. Конечно, с посылками, с именными много сложностей, потому что для того, чтобы вот адресно попала прям в руки посылка, ну, это практически невозможно. То есть отсюда, вот, у Балакова привезли к нам с Хвалынска, с Перелюба, где с Перелюба отбой, значит, была машина колхозник КамАЗ, значит, с Хвалынска, с Духовницкого, с Красного Партизана, с Пугачева, в Саратове собрали, значит, с той части реки Волги, с правого берега, с населенных пунктов посылки именные. Но, значит, сложность в том, что люди не все могут прибыть, то есть основная масса мобилизованных ребят находится там на передовой, в окопах, и поэтому мы посылки вручали через представителей. То есть выгрузку не начинали до тех пор, пока представители всех подразделений, да, там от 1-го, 2-го, 3-го батальона пока не прибыли, инженерно-саперная рота, там комендантская рота, значит, разведка, минометная батарея, когда прибыли от них представители, мы начали выгрузку, и уже представители от этих подразделений получили посылки, соответственно, повезли свои подразделения туда. Ну, то есть, как бы передать все равно шанс того, что именная посылка попадет? Ну, 99%, 100% дать невозможно, потому что, ну, сами понимаете, такое количество посылок пришло, что нам предложили, значит, там, полковые командиры, что вы выгружайте посылки здесь кучу, а мы их разберем и довезем. Я с этим, естественно, не согласился. И выгрузка началась только после того, когда прибыли представители всех подразделений, что мы были уверены, что там посылка со 2-го батальона не уедет в 3-й батальон. Хотя, тем не менее, вот сейчас звонки поступают, что ошибки есть. Но, как бы, организовать все это по-другому, ну, наверное, невозможно. А вот вы говорили, сотовых телефонов много отвезли. Там какая-то связь все-таки у ребят есть? Да, значит, там связь есть. Связь есть украинская, но тоже вот мы приехали, допустим, заехали в этот раз через Луганскую республику. Друзья там купили нам симки, мы их поставили, пока были на территории Луганской области, пока ехали. Значит, они работали. Заехали в Донецкую область, уже эти симки не работают. Купили в Донецкой области. Утром уже, когда двигались, там, в Мариуполе объехали по объездной. Купили Донецкие симки. Стояли там час, наверное, в очереди на почте в одном из населенных пунктов. Пока по Донецкой республике ехали, симки работали. Заехали в Запорожскую область, эти симки уже не работают. Значит, ну, там уже нам наши ребята мобилизованные помогли, дали, ну, уже перед отъездом, симки, которые вот работают как раз на территории Запорожской области. Поэтому качество, конечно, связи там не такое, как здесь, гораздо хуже. Но, тем не менее, вот эти вот Запорожские симки, они как раз более качественные, связь получше. А вот Донецкие, Луганские, ну, я не знаю, связь даже, наверное, не назовешь. Сейчас дело в том, что все только создается там, все восстанавливается. Очень много разрушено, много где нет света на данный момент. Даже Мариуполь, казалось бы, такой крупный город, а он наполовину сейчас вот еще и обесточен там. Михаил Савельевич, вот Вы озвучили там, что везете. Ну, уже 18-й раз, да, идет комбой. И потребность все равно в основных в тех же самых вещах или уже какое-то смещение пошло? Вот, мы каждый раз тоже, приезжая, ну, или если есть возможность связаться, уточняем, что привезти. Сейчас вот в основном теплые вещи просят. Термобелье, теплую обувь, резиновые сапоги. Значит, всегда просят много пленки. Всегда просят, мы привозим вот этот вот утеплитель, который на поролоне тоже. Вот, ОМОН, допустим, СОБР, они просят всегда много воды. Сейчас вот будем закупать, поедем, повезем и туда, и туда. Почему с водой? В чем проблема? Ну, понимаете, не в любом населенном пункте можно там довериться местным населенным. Колодцам, да, могут отравить. Потому что отношения разные, да. Просто могут отравить, если пользоваться колодцем. Вот. Также и вот к третьей бригаде спецназа ездим. Значит, за ленту там в населенном пункте. Да, местные здороваются. Там глаза улыбаются, а за глаза, говорят, там просто сливают информацию в ту сторону. После чего прилетает все. Ну и воду, там они... Конечно, сложности и помыться. Поэтому и влажных салфеток много везем туда. Чтобы люди могли хотя бы обтереться там, за собой поухаживать. Вот я видел кусочек видео, вы снимали в окопе, да. Там у ребят дверь, прям была блиндаж. Ну, как-то быт все равно, он устроен уже у ребят. Ну, конечно. Люди месяц находятся там на передовой. Конечно, они живут только в лесополосах, в лесах. То есть, там, где есть определенная скрытность, выкапывают блиндажи, выкапывают и жилые помещения, там, подсобные помещения. Все это закапывается и маскируется. И сетей много везем. И в этот раз сетей много отвезли маскировочных. Потому что, если поставить палатку, то есть, пролетит квадрокоптер, а их летает очень много, пролетит в квадрокоптерах, соответственно, все это будет обнаружено и будет потом обязательно обстрел. Ну, вот у наших ребят, насколько обеспеченность в технике, такая потребность квадрокоптера, те же самые. Есть они у наших ребят, допустим, в Саратовске? Понимаете, вот сейчас тыл организован, и питание есть, и печки, вот им, несмотря на то, что мы привезли 50, Шиндин Юрий, это пугачевский фермер, подготовил порядка 200 печек, 90 печек им выдал Министерство обороны. Оно, снабжение есть от Министерства обороны, но оно снабжается тем, только что предусмотрено определенными нормативами. Квадрокоптеры ничем не предусмотрены, тепловизоры, коллиматорные прицелы, этим, естественно, обеспечивать Министерство обороны не будет. Поэтому и занимаются вот обеспечением этого наше население, общественники. Хотя вроде бы, да, в 21 веке. Надо, очень надо. Вот сейчас мы им там трубу отвезли от языка, там бинокль огромный, потому что задача наших ребят, это недопущение проникновения, соответственно, диверсионно-разведывающих групп по воде. По воде, а попытки каждый день. Вот они, соответственно, и приборы наблюдения, в том числе и ночью. Ночью надо быть с глазами, да? Да и днем тоже. Провокации и днем бывают. Кого-то знакомый, к знакомой лицу, получил встретить там? Да ну вы что, у меня там, наверное, человек 100-120 друзей находятся сейчас там. Член боевого братства? Да, члены боевого братства, ну человек 50, наверное, я вот, что в прошлую поездку, что в эту поездку встретился, пообщался. И они нас размещали. Ну что говорят, как настроение-то вообще? Настроение сейчас, люди уже пообвыклись. Если в прошлый раз, конечно, много было потерянных ребят, сейчас уже люди обжились, уже немножко не то, что притерлись, а втянулись во все это. Ведь оторваться от дома, где прекрасные там жизненные условия, где семья, где есть все, цивилизация, и попасть туда, где ты живешь в землянке, где там, ну и прохладно, и все-таки с водой ограничено. Помыться не совсем хочется тогда, когда тебе есть желание. Это все нужно переварить, и человек должен для себя настроиться. Вот сейчас настрой хороший у ребят, и ребята прям ни шагу назад, все вообще молодцы. Сульдин Николай Иванович, вот мне очень понравился, он командир роты, казалось бы гражданский человек, а, пожалуйста, втянулся и выполняет задачи. Получили боевое крещение его рота, значит, молодцы. Вы говорите, боевое крещение получили. Ну, то есть, обстрелы, они практически каждодневные обстрелы. И нужно сорганизовать, чтобы был обратный удар. То есть, они уже при обстреле выявляют с той стороны, откуда стреляют, корректируют, наводят наших, 72-ю бригаду, те там, часть прикомандированы, ну, не буду называть подразделения, к армии, к одной, ко второй. Часть прям приезжают наших артиллеристов туда, чтобы их поддержать. И, в общем-то, вот с ребятами разговаривают, говорят, мы уже все умеем навести. Ну, то есть, там, и бусолями пользоваться, и все, да, уже умеют. Ну, по карте уже знают, как осуществлять корректировку. Ну, то есть, вы как оцениваете вообще уровень подготовки наших мобилизованных, вот здесь, в учебных центрах Саратов? Да, наверное, они больше там все-таки дойдут. Не могу оценить, потому что я на занятиях не присутствовал. Но, судя по тому, вот из разговоров, как они действуют сейчас, конечно, ребята молодцы. И отпор дают, то есть, если прилет к нам, значит, соответственно, будет ответ. Наши артиллерии наши корректируют и обязательно отвечают. Побиду себя не дают, так скажем. Кто с вами вообще в этой поездке вообще был? То есть, это, как правило, всегда члены Боевого Братства едут и сопровоздают? Да, в основном, значит, едут люди, которые имеют опыт ведения боевых действий. Почему? Потому что человек, который побывал на войне, он в критической ситуации уже по-другому мыслит. Кроме того, что надо спасти себя, нужно спасти и тех, кто с тобой. И у нас получается, что пол колонны всегда гражданские, а пол колонны Боевое Братство. Сейчас ездил 21 человек. Из них Боевое Братство было 8. У вас же не сопровождают же вооруженные, вы сами не вооруженные. Нет, мы сами. Да, сами? Да, и вот как раз при перемещении, там, когда мы из района Энергодара выдвигались туда, к 72-й бригаде, они южнее Кохошки располагаются, значит, на одном из блокпостов нас предупредили, что там по дороге идет обстрел. Ну, как бы, мы на гражданских машинах, то есть, стреляют в основном по военной технике, потому что тратят на нас наряду тоже, но это затратно. Вот, значит, перед заходом туда, на территорию, я проинструктировал всех, я был старше этой гуманитарной колонны, я проинструктировал всех о том, как поведение там, на территории, чтобы не лазили там по кустам, не сходили с обочины и все остальное, потому что могут быть лепестки и мины, растяжки, все что угодно, и во время движения как себя вести. Ну, и, соответственно, здесь, с этого блокпоста на максимальной скорости, насколько возможно было, хоть и дорога плохая была, полетели, растянулись, увеличили дистанцию между машинами. Значит, когда приехали на другой пост, туда южнее, у тех были глаза там, ну, я не знаю, удивлены были, что, говорят, вы как проехали, там же стреляют. Ну, тем не менее, успешно проскочили, слава богу. Здесь молодцы то, что еще водители, то есть, неукоснительно, вот то, что им говорилось, то есть, все машины были с радиостанциями, в каждой машине минимум два человека было. То есть, один человек, не водитель отвечал по радиостанции, водитель только выполнял те команды, которые получал старшие машины. Вот, и водители четко сработали, когда нужно было, допустим, сократить дистанцию, наоборот, чтобы там определенные участки пройти по-другому, значит, быстро сокращались, колонна была узкая, когда нужно было растянуться, значит, соответственно, колонна растягивалась, пусть она была там километра, наверное, но это уже не было видно, что это колонна, как будто идут одиночные машины. Ну, мне все равно говорили, что рядом-то прилеты у вас были, да? Ну, да, рядом и южнее Донецка, значит, два прилета было, и прилеты были недалеко, так что, в общем-то, машина колыхала достаточно прилично, там даже легковые машины так серьезно пошатало. Вот, и вот, когда ехали как раз 72-ю бригаду, здесь, в районе Каховки, прилеты были по дороге, значит, ну, спасло то, что они попали в посадки, то есть, осколки, естественно, не вышли из этой посадки. Там слева два прилета было, и затем проскочили мы это место, справа было два прилета, но эти были далеко, потому что, в общем, даже машина не качала. Ну, гражданские-то с вами в колонии как перенесли? Да вообще молодцы. Я вам хочу сказать, я был очень сильно удивлен, потому что вот мы вчера по прибытии общались, сегодня по телефону общались, все просятся опять поехать. Несмотря на то, что, ну, был определенный риск, люди видели, что, ну, могут попасть и в машину, тем не менее, вот все, полностью вся колонна, значит, договариваемся, что опять поедем этим составом. Ну, а Макбакчут, он вообще красавец, он сразу сказал, Михаил Сергеевич, только вместе, я согласен, поедем только вместе. И его прям очень сильно уважают, прям подходят там, спросят сфотографироваться, у кого есть телефоны. Узнают ребят, да? Очень уважают его. Ну, и он реально очень хорошо помогает, поддерживает ребят, потому что они ждут его. То есть, кому-то телефон перепадает, там, кому-то термобелье, кому-то спальники, потому что это все расходники. Тот же спальник, он там, ты можешь в нем проспать месяц, а можешь проспать два дня, зацепил, порвал, и все. Ну, а термобелье, естественно, стирать негде, они там носят какое-то время, потом выкидывают, одевают как и носки, как и нижнее белье, тут никуда не денешься. Михаил Сергеевич, ну, на примере Вячеслава Максю, ты нужна вот такая поддержка, то есть, лидеров общественного мнения, да? Поддержка нужна, однозначно, однозначно. Вот сейчас те, кто находятся там, они видят прекрасно, что они не брошены, что их поддерживает население. Мы очень много писем привозим. Вот в этот раз мы отвезли 1300 где-то писем от школьников. Сейчас уже привезли, вот повезем ОМОНовцев, у меня, наверное, писем 400 лежит. Это все, ну, вдохновляет их, и люди-то понимают, что их никто не бросает. Да, мы здесь, мы здесь, но душой-то мы с ними, и то, что им надо, то, что им требуется. То есть, мы им привозим, мы им поддержим. Конечно, мы не можем купить им там автоматы более современные, там, не можем на всех купить коллиматорные прицелы, квадрокоптеры, но на подразделения все это привозится. Все-таки, я так понимаю, что, ну, пожертвования там наших активных, саратовцев, балаковцев вообще, это очень важно там, но в любом случае нужно, я так понимаю, собирать уже необходимые средства, да? И у вас есть какая-то, я так понимаю, новость по этому поводу, вы можете рассказать более подробно? Мы открыли некоммерческую организацию Балаковский благотворительный фонд. Это, наверное, тот фонд, который сегодня нужен. Тот фонд, который будут люди знать, и сегодня, ну, что лукавить, как говорится, появляются мошенники и пытаются на этом заработать. И чтобы этого не было, должен быть фонд, который будет прозрачный, который будет также помогать и способствовать нашей победе. И этот фонд был создан. Уже документально все, да? Да, все документально, счет открыли, то есть полностью работоспособные, уже начинают поступать первые средства. Ну, наверное, чтобы было понятно, напомню, что фонд мы открыли втроем, то есть я, известный наш тренер Гордеев Турбина, и известный тренер по хоккею Кулаков. Вот мы втроем, трое. Я так понимаю, это вот как раз о лидерах общественного мнения мы говорим, да, чтобы у людей было понятно, что это все прозрачно, а не кто-то там дядя Ваня, дядя Петя. То есть это те люди, на которых равняются, которых знают, уважают и, соответственно, будут доверять. Поэтому заручились поддержкой администрации и лично Сергея Евгеньевича Грачева, что немаловажно, потому что помощь даже в самых простых там, в освещении информации, да, то есть распространении еще какой-то помощи. То есть всегда нужно на кого-то опираться, и администрация, я думаю, что будет нам способствовать и помогать, и буквально сегодня я узнал, что Сергей Евгеньевич перечислит в наш фонд месячную зарплату, и это, наверное, будет как пример для всех остальных, что и он, и ему не безразлично, и вообще балаковцам даже там 100 рублей, они будут знать, куда их можно перечислить, что они пойдут с пользой для дела. Что мы также будем смотреть, что необходимо, и уже приобретать целенаправленно то, что будут просить наши бойцы. Здесь вот как раз-таки речь идет, по большей части, наверное, о высокотехнологичной помощи. Ну да. То, что нельзя принести, подарить там как-то, дорогие вещи. Дорогостоящих, средства связи, кларокоптеры, какие-то там палатки всевозможные, потому что даже та же баня, да, мобильная, она тоже нужна, чтобы можно было в любой момент развернуть. И это все, в принципе, дорогостоящее оборудование, но оно нужно, и от него будет зависеть быт, соответственно, дух солдат будет подниматься. Вы уже в социальных сетях как-то публично заявили о создании фонда, есть у нас адреса? Да, мы проанонсировали. Я думаю, что все реквизиты тоже в ссылке, там, в приложении приложим, и у вас. Вот, у нас есть система быстрых платежей, плюс QR-код, по которым можно быстро перевести деньги, ну, практически за минуту. То есть можно будет зайти, соответственно, и посмотреть отчеты, да, все, что вы приобретаете, как доставление. Я думаю, что мы будем и через администрацию, то есть выкладывать и на официальном ВКонтакте, на официальной странице администрации, и на ихнем сайте тоже будем выкладывать, какие деньги поступают, на что мы их тратим, вот, и кому отвозим. Ну, я так понимаю, в любом случае, то есть фонд, хоть и создан, соответственно, вами, консультацию, я непосредственно такую, ну, боевую, наверное, все-таки Боевое Братство, да, оказывается, что купить. Ну, мы все равно все вместе, конечно, дело-то одно, и тут у нас самое тесное сотрудничество, тем более у нас Сергей Саныч является членом правления Волоковского районного отделения Боевого Братства и Малярова. То есть здесь какие заявки будут поступать непосредственно прямую или через нас, все это будем вместе заниматься, будем вместе работать. Мы будем дополнять друг друга. Ну, то есть этот фонд, это вот чисто для наших саратовских мобилизованных, ребят, да, то есть в этот пойдет. Ну, даже больше, наверное, для Балаковских. Балаковский, ну, опять же, делить мы не можем так, если там будет подразделение из Саратского области, естественно, мы будем тоже, ну, помогать. Уважаемые зрители, все реквизиты соответствующего фонда, документы, ссылки всевозможные вы найдете под описанием этого видео. Мы благодарим наших гостей за рассказ. Надеюсь, что все блоковцы примут участие, не останутся, так сказать, в стороне. И мы активно нашим ребятам, которые сейчас в зоне СВО, будем помогать. Ну, а, соответственно, боевое братство и активисты наши будут доставлять эти грузы. И мы об этом еще неоднократно расскажем. Спасибо вам огромное за внимание. Увидимся. До свидания. До свидания.